Я взял микрофон, я попросил внимания и объявил, что так и так, вы все знаете, собравшиеся, что у нас такая в городке опять история, новый священник православной церкви, и он опять пьяница. Давайте называть все своими именами. Давайте мы сейчас сделаем кое-что. Мы будем не осуждать сейчас этого священника, а давайте мы сейчас вместе дружно за него помолимся сейчас, чтобы Господь дал ему покаяние. И вы знаете, и пришло протрезвение в церковь, и они стали молиться за этого священника, как за самого себя. Они поняли вот это откровение от пастора, они поняли его пасторское сердце, они стали молиться за этого священника, и Бог совершил чудо. Этот священник потом, и да, его перевели, потом, значит, Бог делал от этого пьянства. Друзья, и я также, я много зла делал в свое время, много зла с ангельским верующим. Сейчас я проповедую в Ивановской церквях, я провожу семинары в Ивановской церквях, баптистских, харизматических, писатнических, адвентистских, в разных общинах, в очень разных общинах. И каждый раз я говорю о Христе, о Его слове. И вы знаете, что, друзья мои, но 10 лет назад, до 96-го года, до 96-го года, я при встречах и при возможности, я много плохого говорил и старался действовать плохо против таких церквей. Писал статьи против таких церквей. И, друзья мои, как все произошло? Одна из причин, да, конечно же, первая это Божья благодать, конечно, слава Иисусу за все. Но еще немаловажно было следующее, что люди эти, эти христиане, они не просто обижались, остановились в позу, нет, они молились, они молились. И чем больше я обижал их, тем больше они за меня молились. Это вот серьезно. Там, значит, в Сураже, это в Брянской области было, там фабрика технических этих картонов, или как называть ее, не знаю, пролетарий называется. Значит, и там, ну, сплошной пролетарий, нищая фабрика была, почти разорившаяся, вот и люди злые все, значит, вот и хмурые, и вот, значит, и расходятся с завода, значит, и я здесь, я, значит, с мужиками что-то разговаривать, и проходит женщина одна, и она меня увидела, что я с мужиками о чем-то за ним говорю, я говорил не просто о моей выпивке, о чем-то еще, да, а я говорил, ну, о Боге в конце, о празднике, о святых каких-то рассказывал, вот, и она проходила и говорит, о, батюшка, будьте благословенны, говорит, ну, типа, слава Богу, что вы, значит, там, как бы, вот, вразумляете наших мужчин. И я понял, сектантка. Ну, нормальный, обычный гражданин не может так вот проходить, так вот, и запросто, ну, батюшку, будьте благословенны, что за панибратство, думаю, вообще, ну, кошмар. Здесь теща первым делом благословение, руку целую, потом только общаемся, а это, а это, значит, просто приходит и так, кошмар, думаю, и меня как всего, знаете, как вулкан просто, вообще, крышу сорвало просто. Я, значит, там, у вас своя вера, кричу, там, у нас своя вера, у вас свой Бог, вы сектанты, короче, там, все такое прочее. А она, знаете, ну, думаю, что такое, ну, спецподготовка, наверное, правда, она, хоть бы что вообще, и не покраснела даже, ничего, значит, она там, значит, вперед, значит, там, на баррикады, значит, давай доказывать свою правоту, значит, там, значит, кошмар вообще, на кого нарвался я. И, значит, это у пастора есть хороший перец такой, табаско называется, да, вот эта женщина табаско, наверное, была такая. И вот, она, значит, там, давай, значит, там, что-то доказывать, она говорит, я была такой грешницей, там, такой, такой, думаю, чем она хвастается вообще, какой кошмар, думаю. Она стала называть вещи, которые, думаю, нормальный гражданин, нормальный, он бы краснел бы тысячу раз, она бы, она хоть бы что, ну, козыряет этими вещами. Вот, значит, я была такой, 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 да еще и вот такой, а теперь я вот такая, 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 такая. Думаю, какой кошмар, думаю, что за это вообще, ну, бред. И она стала мне, ну, рассказывать этим мужчинам, а все на фабрике ее уже знали. Она раньше была про насамни, первая грешница была на фабрике была, вот, комсомолка, спортсменка, ни одна от нее не обходилась, значит, ну, все, везде первая была. И вот, значит, и все ее знали. И однажды, эта женщина, однажды, она покаялась, представьте себе, вся ее энергия в мирное русло, она там заевангализировала, всю фабрику заевангализировала. От уборщицы, значит, цеха, значит, до директора. Короче, им всем либо увольняться надо было, либо каяться уже, все, ну, достала всех. И вот, значит, и она здесь, а здесь она с батюшкой, другие еще подошли, все обступили, им интересно, ну, как бы, поединок, как бы, Майк Тайсон, да, значит, Холли Филд. И вот, значит, и она говорит, я, говорит, умирал от болезни, я однажды заболел очень серьезными болезнями, говорит, и я говорю, а что, чтобы в храм не пошли, а в свою секту, значит, там, просто потянул вообще. Она говорит, я ходила в храм, говорит, поначалу, говорит, значит, но мне еще хуже становилось, я, говорит, к мощам, я сама что-то мощью не стала, говорит, значит. Вот, понимаете, значит, она все это рассказывает, я думаю, кошмар, думаю. А потом она говорит, и когда я уже все, уже даже, не могла даже подняться сама, меня только, ну, с помощью посторонней, значит, все. И врачи сказали, что все уже, ну, капут. И пришли подруги и сказали, родная, тебе терять нечего точно уже, все. И ты все брыкалась и упиралась рогами, что это, говорит, секта, а теперь пошли с нами. Ну, ее буквально под руки, значит, и привели в собрание, ну, с ее согласия, конечно. Ты шла, говорит, что я шла, говорит, ну, хуже не будет, это 100% уже все. Вот, значит, уже умираю, уже, значит, куча болезней, и всех смертей вдруг обнаружились. И вот собрание было, говорит, ужасное, для меня, когда было неплохо, там кричали, что-то вопили, что-то, значит, там, значит, там, падали. Я, говорит, значит, одним словом, ей захотелось жить на этом собрании, вообще, во-первых, чудо было какое. Ей захотелось жить, значит, и она от многих болезней избавилась. Она вышла сама из этого собрания, на своих двоих, во-первых, без посторонней помощи. У нее был румянец, значит, и она, конечно, сразу, может, даже не поверила, поверила, не поверила, не знаю, значит, но в течение месяца или времени она исцелилась от этих страшных болезней. У нее ушли эти раковые опухоли, там что-то еще, кровь ее очистилась, там что-то еще произошло. То есть чудеса такие, целая серия чудес. И вообще, она это все рассказывала, а мне обидно стало, что она в какой-то секте, понимаете ли, получила. А у нас, у наших родных мощей, на наших источниках, она не получила. Меня как-то, ну, задержава обидно. Мне это напомнило анекдот, знаете, когда звери собрались, ну, зверята, зверята, да, ребята, зверята, и хвастаются друг перед другом. Там ежи говорят, а мне мама купила самокатом, ууу, зайчика, а мне папа купил там что-то еще. Сидит медвежонок, а ему ничего не купили. А вы знаете, я вам всем морду набью. И я был как тот медвежонок, очень обиженный. И знаете, что я придумал? Наверное, долго думал. Я придумал такую вещь. Я сказал, на удивление и этой женщине, и всем окружающим, я сказал, это вас дьявол исцелил. Да, я говорю, а почему? Да просто так. Потому что не наша, вот и все. Вот поэтому, вот это не может быть от Бога. Вот если бы у нас, то да. А если нет, то это нет, простите. Я сказал следующую фразу, которую эту женщину расстроила, конечно, тогда. Я сказал, что лучше бы вы умерли. У вас хотя бы был шанс, значит, как бы отпеть там, значит, там, значит, там и... Отмолить. А теперь уже все. Процессы не обратил, на мой взгляд. Одним словом, я поставил такой диагноз, значит, весьма страшный, сектантка и все такое прочее. Женщина чуть не до слез, значит, ну, думаю, ну, слава богу, покаяться может. Вот, значит, и... Представьте себе, через несколько месяцев я был в гостях на домашней группе, где эта женщина была лидером. Такое мог только Бог сделать, это точно. И я почему это все знаю, я стал общаться потом с ней, и она мне рассказала такую вещь. Когда потом, уже потом уже, я уже был другой уже, значит, что ягод шла домой пешком, не на автобусе даже, пешком просто, потому что мне так было больно, обидно вообще, что целый батюшка, и такой бестолковый, не понимая, что всякое даяние благое от Бога сходит. Говорит, ну, как он не может понять, я, говорит, ну, без году недели, я только понимаю, как он не может понять вообще. И все, ей так обидно стало, все, она и плакала, и молилась, и, говорит, пришла на группу, и, давайте, говорит, сестры, молиться за нашего батюшку. А я там еще пару человек обидел в этой команде. И они как помолились дружно. Да, что однажды я сказал себе, а почему бы мне не зайти к нашим братьям меньшим, протестантам, в гости. Ну, это было, это было в одной из церквей евангельских, города Суража, Брянской области, 50-ническая церковь одна. Я однажды у них был в гостях на собрании, это было большое собрание, ну, как старое собрание этой церкви почти 100 лет, насколько я помню. Вот, и, так вот, и мне там в чем-то понравилось, в чем-то не понравилось. Я стал общаться потом с пастырями, с христианами разных церквей. И однажды попал на домашнюю группу. Мне сказали, вот есть еще домашние группы, это что-то, говорит, ну, хорошо, проверю, посмотрю. Я уже стал переодеваться, то есть я раньше все время только в подряснике, а это стало уже по гражданке одеваться. Но я все равно был еще традиционным батюшкой, у меня была обрадающая неопричная. Такая вот, покрест самый, я ее в пиджак так раз. Волосы были по пояс тогда у меня, сейчас не поверите, по пояс, гриба такая была. Значит, раз, значит, в пиджак все это. Лицо было такое, что вот эти мышцы у меня были атрофированы. Кто меня знал раньше и сейчас, кто меня встречает, они говорят, батюшка, вы лет на 20 помолодели, это точно. Я был тогда как пенсионер. Вообще, на мою жену говорили мне, а это что, ваша дочь такая уже взрослая такая дочь у вас? Говорю, извращенец, это моя жена, говорю. И мы одногодки, просто такой духовный такой. И вот, ну много всяких историй было интересных. И мне это часто. И я был очень весьма суровый, это конечно, значит, я начинал, как бы, все. И вот, значит, я пришел однажды на домашнюю группу, очень интересовался, конечно, значит, всем. Мне очень что-то нравилось, что-то очень не нравилось, значит, но я все равно ходил. Настырно, напористо ходил. Значит, все вынюхивал, высматривал, присматривался, значит, как у них там все происходит. Вот, значит, и пришел на домашнюю группу. Мне дали адрес. Дали адрес, не помню, кто сейчас даже. Думаю, я приду. Пришел за час раньше даже. Хозяйка открыла и поняла. Такой воплощенный дух контроля пришел такой. Я прошел в комнату, сел в комнате. Никого нет. Хозяйка на кухне закрылась, а там что-то. Шаке Махаба, что-то во имя Иисуса. Я час сидел на стуле, а на час там на кухне молилась, промаливала ситуацию. И представьте себе, я сел так, чтобы всю комнату обозревать, значит, и чтобы видеть, кто заходит, кто выходит. Ну, как бы все, все обстреливается, все простреливается. И вот, значит, дверь открывается и заходит, знаете, кто первый? Вот та самая мадам. Вот та самая женщина. А я ж не знал, что она там, в этой группе. Если бы я знал, я бы не пошел бы. Я честно говорю, я бы не пошел бы. И она что-то пошепталась там с этой, с хозяйкой. Та, значит, опять на кухню, а эта ко мне. И говорит, батюшка, будьте благословенны! Обниматься лезет. Но я понял, она не созлает, она просто, ну, как бы, я уже понял. Я раньше думал, что будьте благословенны, это форма проклятия, как бы, значит, там. Когда одна женщина мне это еще сказала, там одна такая большая присядница такая, значит, я сказал, пусть ваше на вас вернется, мне своего хватает, говорю. Не, серьезно, я так и сказал. Вот сейчас даже странно даже как-то это. Я так понимал. Мне, говорю, своего хватает. А тогда я уже знал, что это, она не со зла, она это, ну, как бы, от сердца благоставляет. Она не зла мне желает. Вот языковая барьера. Говорим на русском все, понимаем все по-разному. И вот, значит, и... Потом собрались другие, там пришли, сестры, братья, значит, там, ну, человек, может, 15, не знаю, ну, группа такая большая, вся комната была полная. Значит, потом, значит, там, ну, мне понравилось, в принципе, я ничего плохого там не увидел, значит, мне понравилось, там, ну, говорили хорошо, значит, там, ну, как-то мне в конце не понравилось, мне что, там, предложили помолиться друг за друга. И все встали. Ну, я думаю, что, я тоже встал, ну, так, чуть на полшага, ну, подальше от них, на всякий случай. И поступило предложение помолиться за нужды, как бы, у кого какие нужды. И по очереди все стали высказывать нужды свои. Я думаю, ну, думаю, все, детский сад какой-то, а? У кого-то сапог нет, у кого-то холодильника нет, у кого-то там что-то еще. Думаю, кошмар, думаю, куда я попал вообще, ну, дошкольная группа какая-то. Я, значит, стою, и до меня очередь, значит, ну, я не сказал ничего, но я про себя подумал, думаю, у меня сапоги есть, думаю, холодильник есть. Да и в нем, в принципе, все есть, значит, ну, как бы, я не знаю, что, ну, думаю, ну, что-нибудь выдумаю, скажу, значит, даже.